От прокатившихся по СССР в сталинское время массовых репрессий пострадали сотни тысяч человек. Кто-то попал под раскулачивание, кого-то как врага народа отправили в лагеря. Особенно велико в этот период было количество смертных приговоров. Приведением их в исполнение занимался, и, Василий Блохин, доверенный палач Иосифа Сталина. Как сложилась жизнь одного из самых кровавых убийц в истории? Василий Блохин был главным палачом Народного комиссариата внутренних дел, НКВД, при трех комиссарах, Генрихе Ягоде, Николае Ежове, и, Лаврентие Берии. Вождь народов лично выбрал его руководителем карателей, так называемой расстрельной командой, которые исполнили львиную долю казни того времени. Начало пути родился Блохин в 1895 году под Суздалем в обычной крестьянской семье. В 1914 году ушел на фронт, а после Октябрьской революции присоединился к большевикам. В 1921 году попал во Всероссийскую чрезвычайную комиссию, занимавшейся поиском шпионов, и, врагов народа. Начальство Высокого ценило будущего палача. Надежный исполнитель, Блохин был фанатично предан своему делу. Неудивительно, что продвигался по лестнице он достаточно быстро. В середине 1920-х годов Блохин становится комендантом внутренней тюрьмы Лубянки. Это позволило ему руководить черновой работой без дополнительных проверок, и, вмешательство партийных органов. Убийца номер один исполнения смертных приговоров было в компетенции его починенных, однако Блохин никогда не отказывал себе в возможности произвести казнь осужденного самостоятельно. Именно от его руки пали некоторые из старых членов коммунистической партии, оказавшихся лишними в выстроенной Сталином системе. Кроме того, Блохин казнил маршала Михаила Тухачевского, а также пустил пулю в затылок двум своим бывшим начальникам, наркомам НКВД Генриху Ягоду, и, Николаю Ежеву. За ударную службу палач получает звание майора госбезопасности. Непременным спутником в черновой работе Блохина, и, его товарищей была водка. По некоторым сведениям, палачи закатывали пьянку после чуть ли не каждой казни. Как вспоминал один из членов команды Блохина, напивались буквально до потери сознания. Оправдывали употребление алкоголя спецификой своей работы, прежде всего ее психологической составляющей. Кроме того, палачи в буквальном смысле мылись одеколоном, иначе нельзя было избавиться от устоявшегося запаха пороха, и, крови. Тем не менее, своей работой убийца номер один гордился. Помимо Тухачевского, Ежова, и, Ягоды, он привел в исполнение смертный приговор театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду, публицисту, и, журналисту Михаилу Кольцову, и, другим деятелям культуры, и, искусства, попавших под неумолимый каток сталинских репрессий. Кровавая Катынь, пожалуй, самой черной страницей биографии палача была казнь польских военнослужащих в Катыни весной 1940 года. За несколько месяцев Блохин, и, его приспешники, по некоторым сведениям, уничтожили около 7 тысяч человек, попавших в плен во время похода Красной Армии в Польшу. Главный каратель СССР определил, и, норму казней, 300 человек за ночь. Обреченных на смерть по одному заводили в небольшое, окрашенное в красный цвет помещение, где устанавливали их личность. Затем несчастных отводили в соседнюю комнату. Для того, чтобы криков не услышали снаружи, ее стены тщательно звукоизолировали. Кроме того, в комнате был водосток, куда утекала смытоя струей воды из-под шланга кровь. Выполняемый им работе Блохин старался полностью соответствовать внешне. Полное обмундирование добавлял кожаный передник, и, доходившие до плеч перчатки. Палач прижимал обреченного к стенке, и, производил выстрел из немецкого вальтера. Советскому ТТ-30 Палач не доверял, полагая его недостаточно надежным. Непотопляемые каратели в окружении Сталина прекрасно знали о творимых Блохином зверствах. Однажды, уже после отстранения от должности наркома внутренних дел Николая Ижова, очередной руководитель ведомства Лаврентий Берия затеял чистку кадров. В руководство наркомата поступила бумага, из которой следовало, что убийца номер один был близок к бывшему главе НКВД Генриху Ягоду, а раз так, то в его надежности стоит сомневаться. Собрав все необходимые материалы для санкции на арест Палача, Берия отправился к вождю народов. Тот, к удивлению наркома, ему отказал. Удивительно, но Сталина, при всей его подозрительности к окружающим, совершенно не смущало то, что перед ним маячат привыкшие стрелять в затылок люди. Таким он почему-то доверял. Как рассказывал поздний Берия, вождь народов заступился за Палача, сказав, что кто-то все равно должен делать такую работу. И, Блохин справлялся на ура. В апреле 1940 года он получил Орден Красного Знамени, и, солидную денежную премию. В июле 1945 года Палач достигает вершины своей карьеры, он получает звание генерал-майора. Под откость Сталин не дал Берии расправиться с карателем в 1939 году, но после смерти вождя народов протекции на высшем уровне у него не осталось. Заняв после перераспределения властных полномочий должность министра внутренних дел, Берия спешит избавиться от излишней запачкавшегося в крови Блохина, он снимает его с должности, и, отправляет на пенсию, попутно выписал благодарность за службу. Однако под напором начавшейся дисталинизации не устоял, и, сам глава МВД, в июне 1953 года Берию арестовывают, и, спустя несколько месяцев расстреливают. Уже в следующем году Блохина лишают звания генерал-майора за дискредитацию высокого звания во время службы. Выкинутый на обочину жизни, и, более никому не нужный 59-летний палач начал сильно пить, периодически у него случались нервные срывы. Спустя несколько месяцев после лишения генеральских погон, в феврале 1955 года, Блохин умирает. Официальная причина – инфаркт миокарда, однако ходили слухи, что палач застрелился тем самым Вальтером, из которого он так любил лишать жизни своих жертв. Всего за все время работы он отправил на тот свет от 10 до 15 тысяч человек. Однако ходят слухи, что убитых карателем было гораздо больше – от 20 до 50 тысяч человек. Вероятнее всего, это большое преувеличение. Тем не менее, точное количество жертв Блохина до сих пор неизвестно.